МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в Кунгуре. Город известен своей ледяной пещерой, старинными купеческими особняками и фестивалем воздухоплавания, небесная ярмарка. Но сегодня мы покажем Кунгур с другой стороны и отправляемся в путешествие по Суве. Катя, наш маршрут составляет 67 километров. От камня-ярмарк до елки с кругом на Жене. Моим экскурсоводом будет ученик 2-го класса Садриславов Тихон. Он уже всерьез интересуется геологией и даже посещает геологический кружок. Именно поэтому Тихон захотел рассказать пермякам, что Кунгур – это не только традиционный исторический центр, но и множество пещер, гротов и вершин. Вместе со своей семьей он разработал туристический маршрут и представил его на конкурсе «Путешествие по Пермскому краю». И вот мы здесь. И сегодня покажем вам вместе с Тихоном самые интересные и живописные точки нашего маршрута. Наша первая остановка – одна из самых известных природных достопримечательностей в окрестностях Кунгура. Это излюбленное место тренировок и соревнований альпинистов со всего Прикамья. Этот скальный массив имеет три вершины разной высоты. Их называют Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Скалы Ермак и Ермачиха высотой 30-40 метров. Ермачонок ниже 15 метров. Своё название скала получила в честь завоевателя Сибири. Согласно преданию, Ермак перепутал Сылву с Чусовой и поднялся до этих мест, где и зазимовал. В памяти о нём и появилось Ермаково городище на Ледовой горе и камень Ермак на Сылве. Вот только это всего лишь красивая легенда. На самом деле Ермака здесь не было. Подъём на смотровую площадку занимает около получаса. Тропинка достаточно крутая, так что подниматься стоит только в соответствующей обуви. Но все усилия на подъёме окупает этот невероятный вид, который открывается со скалы. От такой красоты буквально захватывает дух. Если у вас есть возможность, обязательно посетите это место. Это стоит увидеть своими глазами. Сама скала сложена из останков многочисленных морских организмов, известковых водорослей, колониальных мшанок, реченогих и моллюсков. Почему морских, спросите вы? Ответ прост. Интересный факт. Около 280 миллионов лет назад здесь плескалось тёплое мелководное Пермское море. Сейчас об этом напоминают многочисленные рифы. А при желании здесь можно найти целую геологическую коллекцию. Именно поэтому здесь часто можно встретить группы юных геологов. Ребята, что вы здесь ищете? Мы ищем различные образцы, которые превратились в окаменелости. Вот на примере мышанки. Это клетчатая колония, которая располагалась на этих промежутках, не в дыречках. Камень Ермак является памятником природы Пермского края. На камнях и поблизости встречаются редкие растения, в том числе занесённые в Красную книгу. В этих местах создан комплексный заказник Придуралье, главная уникальность которого именно в Сылвинских рифах. Совсем рядом с рифом расположен ещё один интересный объект – Филипповский карьер. Это место является стратеграфическим памятником Пермского края. Стратотип филипповского горизонта кунгурского яруса Нижней Перми. Впервые филипповская свита была описана в 1915 году. Филипповская свита породом нажимы на четырёх уступах. Сложный из лесняком, разных оттенков, от светло-серых до желтоватых. Общая мощность 63 метра. А ещё в этом карьере есть Голубое озеро, которое образуется ливневыми металлами и поверхностными водами. Сегодня в карьере идёт добыча полезных ископаемых, а мы двигаемся дальше. Наша следующая точка – Ледяная гора. Она располагается на северо-восточной окраине Кунгура. Массив горы – это уникальный геологический объект. Расположенный на западном крыле Уфимского вала. Поверхность горы усеяна карстами и воронками различных форм и размеров. Массив горы сложен гипсом и агендритом. Есть и карстное озеро на Ледяной горе. В рельефе Ледяной горы заметны многочисленные проявления поверхностного карста. Воронки различных форм и размеров, карстовые траншеи и рвы, находящиеся на разных стадиях развития. Крупные воронки достигают 60 метров в диаметре, а общее количество обследованных карстовых образований на Ледяной горе – более 3000. Второй по частоте встречаемости формой рельефа на Ледяной горе являются провалы. С 1940 года их зафиксировано 164. На горе произрастает реликтовая степная и горностепная растительность. Местные жители сюда часто приезжают на прогулку, ведь отсюда открывается красивый вид на город. Посещение подземного лабиринта этой горы начались еще с XVIII века. Первые заметки о Кунгурской пещере составил начальник уральских и сибирских горных заводов Татищев, неоднократно посещавший Кунгур. Именно он первым дал правильное объяснение происхождению пещеры и привлек внимание отечественной науки к карстовым процессам и явлениям. В 1882 году Ледяную гору и Кунгурскую пещеру посетил выдающийся кристаллограф Федоров. Он впервые в русской литературе использовал термин «карст», раскрыл причины возникновения пещерных форм, объяснил причины накопления холода в пещере, дал кристаллографическую характеристику подземных льдов, указал на участие вод Силвы в растворении пород и расширении пещерных ходов. Сегодня Кунгурская ледяная пещера известна далеко за пределами Прикамья. Она является старейшей в мире экскурсионной гипсовой пещерой с многолетним оледенением. Каждый год в пещеру приезжает до 100 тысяч человек, а со времени начала подсчета экскурсантов пещеру уже посетило около 5 миллионов человек из разных стран мира. Если про Кунгурскую пещеру знают многие, то про следующую точку нашего маршрута известно даже не всем местным жителям. Что уж говорите о приезжих путешественниках. К северу от старинного купеческого города Кунгур находится село Серга. Оно расположилось в живописной местности на берегу Сулвинского залива. Главная природная достопримечательность в окрестностях села – красивый Андроновский грот. Он находится около деревни Андронова, которая практически слилась с сергой. Здесь нет указателей, а найти это место можно лишь по протоптанной тропинке. Около спуска в грот построена деревянная смотровая площадка. Грот сположен на дне впечатляющей своими размерами красной воронки. Ширина грота 8 метров, длина 50 метров. Внизу, почти сразу же около входа, начинается озеро с очень прозрачной водой. Его глубина доходит до полутора метров. Катя, это озеро зимой замерзает, а на стенах и потолке образуются красивые снежные кристаллы и ледяные образования. К слову, как только начинаешь спускаться в грот, ощущаешь на себе значительный перепад температур. Особенно в летнее время года. Здесь достаточно холодно. Говорят, что в прошлом местные жители даже использовали эту пещеру в качестве холодильника. Вода здесь круглый год одной температуры – 5 градусов. Ого, да, действительно бодрит. Во время снеготаяния вода поднимается и полностью затопляет грот. В 2009 году одному пермскому дайверу даже удалось попасть в подводную часть пещеры. Он смог преодолеть под водой чуть более 30 метров. А впервые пещера была исследована и описана в 1934 году. Окружающая грот-местность с 1991 года имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. Двигаемся дальше. Финальной точкой нашего маршрута стало Ёлкинское обнажение. Встречается также название «Ёлкинские скалы» или «Ёлкинские горы». Живописное место на берегу усыла высота утеса в 60 метров. Ряд утес имеет свои названия, например, «Бессонного гора» или «Маховой камень». А обнажением их называют из-за выхода наружу гипсов до аминита ангидритовых пород. Ёлкинское обнажение входит в состав ландшафтного памятника природы регионального значения «Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь». Памятник природы представляет собой участок сульфатного карста с самым северным участком ковыльной лесостепи. Очень хрупкие, легко разрушаемые породы осыпаются от легкого прикосновения руки. Места здесь очень красивые, точно стоит посетить. Разрабатывая эту экскурсию, семья Садрисламовых показала нам самые удивительные и интересные места Кунгурского округа. Свой геологический семейный маршрут они представили на краевом конкурсе «Путешествие по Пермскому краю», который проходит по инициативе Законодательного собрания Прикамья и под патронажем спикера парламента Валерия Сухих. Законодательное собрание всегда уделяет особое внимание краеведческим проектам. В этом году мы уже в седьмой раз проводим конкурс «Путешествие по Пермскому краю». Ежегодно дети вместе с педагогами и родителями из всех территорий Пермского края рассказывают об удивительных местах нашего региона. Они знакомятся с историей и культурой Прикамьи, разрабатывают уникальные туристические маршруты, каждый из которых наполнен искренней любовью к своей малой родине. Уверен, что сегодня, когда активно развивается внутренний туризм, эти маршруты будут особенно интересны и самим жителям, и гостям Пермского края. Уже традиционно участниками конкурса становятся не только школьники и учителям, но и семье, и даже дети дошкольного возраста. Законодательное собрание всегда уделяет внимание проектам, которые направлены на развитие интереса культуре и истории Пермского края, своей малой родины. С лучшими туристическими маршрутами этого года мы вас знакомим в нашей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова